Кроме Тамерлана Тменова, двукратного призера Олимпийских игр под дзюдом, в Якутск приехал еще один прославленный борец Арсен Галстян. Это первый олимпийский чемпион под дзюдо в истории современной России. Золото он завоевал в 2012 году в Лондоне. Интересен и другой факт в биографии спортсмена. В 2004 году он стал чемпионом международных игр Дети Азии. С тех пор Галстян не был в Якутске. Два года назад в одном из интервью вы сказали, что был бы рад еще раз посетить Якутск. У меня с ним связаны самые приятные воспоминания. Если пригласят, то когда-нибудь могу приехать в качестве гостя. Сегодня вы снова в Якутии. И сперва расскажите о приятных воспоминаниях. Я, насколько понимаю, они связаны как раз с чемпионством на Играх Дети Азии. Да, этот момент наступил, когда меня пригласили как гостя. Я с удовольствием это приглашение принял. Потому что в 2004 году я здесь участвовал на Играх Дети Азии. И, конечно, приятные ощущения и воспоминания, потому что я хорошо выступил. И мне вновь приятно находиться здесь и видеть, что так развивается республика. И во вторую очередь это поддержать наш вид спорта, так как сегодня будет проходить кубок нашей главы республики. Всероссийский турнир по дюдо. Министерство спорта и федерации дюдо Саха Якутия. Мы стараемся поддержать и сделать так, чтобы в этой республике еще больше нас дюдоистов становилось. Участие в таких международных соревнованиях помогли в дальнейшей карьере, формировании как спортсмена, как олимпийского чемпиона? Каждое соревнование для ребенка, для юноши – это шаг вперед. Особенно такие игры, они, во-первых, международные. И несмотря на то, что я был уже чемпионом первенства страны, но для меня это были первые игры, первые международные на таком уровне соревнования, которые я провел. Я думаю, это, конечно, дал большой толчок мне для дальнейшего реализации самого себя. Как зритель и как болельщик, чего ждете от всероссийских соревнований на Кубок главы Якутии, которые как раз проходят в эти дни в Якутске? Как зритель я хочу зрелища, я хочу, чтобы были красивые броски, чтобы ребята не стеснялись, а больше проявляли себя. Хочу, чтобы победил сильнейший и главное, чтобы без трав. С недавнего времени тренируете вы кадетскую национальную команду, то есть юноши и девушки до 18 лет. И, конечно же, возникает вопрос, а чего ждете от турнира как тренер? Что вот хотите увидеть? Может, допустим, смену тактики по ходу схватки? То есть, чтобы ребята проявили бойцовский интеллект? Знаете, на таких турнирах тоже бывают яркие борцы, которые в дальнейшем могут стать членами сборной нашей страны, которых я могу увидеть через год в национальной сборной. То есть, мы не только просто приходим и смотрим соревнования, но уже как тренер и смотрю для дальнейших планов для нашей сборной, ребят, которые могут возглавить нашу сборную для того, чтобы выступать на чемпионатах Европы, мира. Берете на карандаш? Конечно, конечно. Смотрите, говоря о соревнованиях, все-таки участники 14, 15, 16, 17 лет – это, по сути, дети. И для некоторых, может, сегодняшние соревнования – это первые такие большие, серьезные старты. И, к сожалению, это соревнования. Есть победители, есть проигравшие. С победителями, может, все и понятно. Они выиграли, пошли дальше, выполнили определенные нормативы, поехали на международные соревнования. А что делать проигравшим? Как вот ребенку, 15-летнему, не потерять мотивацию в занятиях спортом? Потому что очень часто бывает, что ребенок начинает, у него получается, но он проиграл и забрасывает. Самое главное знать, что нет непобедимых, потому что мы все проигрываем. Мы все везде практически и проигрывали, и выигрывали. И даже несмотря на то, что есть победители и проигравшие, не каждый победитель идет дальше и может победить на высоком уровне. А есть проигравшие, которые достигают дальше в вершине. Главное – желать и иметь цели впереди. И, наоборот, после проигрыша сделать анализ для того, чтобы в чем была причина и как стать лучше дальше, чтобы не совершать больше этих ошибок на соревнованиях. Я думаю, главное не сдаваться, терпение и труд, как говорится, все перетрут. Поэтому нужно любить свое дело и заниматься этим, несмотря ни на что. И тогда будет результат. Давайте немного вернемся к вашей работе тренером. В нескольких интервью вы говорили о том, что ощущения непередаваемые, когда ты в качестве тренера смотришь на схватки ребят, и когда они побеждают прежде всего. Давайте немного поговорим об отличиях карьеры спортсмена и карьеры тренера. И чего хотите добиться? Хотите вырастить своего, допустим, олимпийского чемпиона? Ну, конечно, ощущения разные. Потому что, когда ты сам выступаешь и когда со стороны смотришь, переживания тоже разные бывают. Но, скажу не менее, больше даже переживаешь, нежели когда выходишь на татами. Потому что, когда ты сам борешься и уже ты весь в борьбе, переживания уходят. А тут ты постоянно в переживании, когда со стороны смотришь. И я был на чемпионатах первенства Европы, был на первенстве мира в том году. И наши ребята показали очень хорошие результаты. Мы выиграли первенство мира в команде, в общекомандных соревнованиях. Поэтому это было очень приятно. В первый раз я ездил и в первый раз получил такие эмоции. И, конечно, я хочу, чтобы и в дальнейшем такие эмоции приятные получал. Так как у нас в этом году и первенство Европы, и есть Олимпийские детские и юношеские игры. Я надеюсь, что у нас и Олимпийский чемпион будет. Это будет очень приятно. Но в дальнейшем я пошел в тренерскую работу. Я хочу, чтобы я смог какой-то вклад сделать как тренер еще для развития нашего вида спорта. Потому что дети по-другому на тебя смотрят, по-другому воспринимают твою информацию и тренировки. Поэтому я хочу сделать еще много чего для нашего российского дзюдо. Не только как спортсмен, но и тренер. Ну и завершающий вопрос, немного личный. А вот что вам дали занятия дзюдо, кроме медалей, наград, почета? Вот как человека вас формировали? В первую очередь, да. Она формировала меня как человечек, как человека, как личность. Дала возможность мне пообщаться с очень многими разными людьми, поездить по всему миру. Сделать меня крепче, терпимее и выносливее во всем. То есть меня подготовила к жизни этот вид спорта. Я уверенно могу идти и не думать о каких-то, не переживать о каких-то случаях, что вдруг не получится. Я уже привык переодолевать себя и переодолевать некоторые проблемы, которые могут связаны быть со мной. Это, я думаю, самые хорошие качества в жизни, которые потом в дальнейшем помогут реализоваться не только в спорте, но и в жизни просто.